Размавляем по беларуску и долучаем у всех до родной мовы. С таким закликом у Витебским державном университете сегодня проходят мероприемцы, промеркованные до Международного дня родной мовы. Викторинные лекции, состреча с литераторами, театральные постановки. Цекава для студентов проходить в этот день атмосферу беларускости. Окунулась наш корреспондент Инна Киренкова. Варта переступить порог университета и одразу чуешь беларускую говорку. У студентов сегодня особливый день. Усе размавляют только по беларуску. У всех жадающих запрошали принять удел в викторине и проверить, на кольки добро ведаешь родную мову. Не застались у Баку и замежные студенты. Мы готовили, когда готовили, очень много слов перечитали. Очень подготовленные уже, так сказать, все наши студенты, которые принимают участие именно в организации. Вот такой у нас маленький урок был. Не глядишь на то, что я учусь на русской филологии, я так само могу размавлять на беларусской мове. Это очень важно, как каждый человек мог хоть что-то касать народной мове. По статье вядомых беларусских освятников, предметы национального побута и роменства можно было побачить на каждом по версии. Витаем вас со святом родной мовы и запрашаем вас на наши мероприемства. У театральной творчести студенты знов-таки звернулись до беларуской классики. Для своей постановки выбрали знакомитую купаловскую пьесу Паулинка, якая сегодня не губляет своей популярности сирот молодцы. Правда, на гетерас у интерпретации туркменских студентов она загучала на інший, сучасный лад. Как зауважила главная героиня пьесы, ужиться в роли Паулинки было вельми легко. Кожное беларускамовное слово, як и национальный побут и традиции, знаемые из детства. Конечно, чула и слова, и бачила этой речи, и размовляю по беларуску, тому это все для меня свое родное, и было только чудовно и приемно все это створить. То, что сегодня отбылось в спектакле, який за их делом ладился, и они еще батькам, сябрам своим, свои краины отправить, мне здаётся, что есть и дружба народу, и та приемность, которую я особо отчуваю, когда они начинают говорить на моей родной мове. Ничто так не одна, як мова и культура. Во университете намерены ладзить больше таких мероприемств. Мабыць, тогда и прихильников родной мовы сярод великой студентской суполки станет больше. Размовляй по беларуску! Инна Кириенкова, Сергей Котал, Новини, Витебск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова